направление гвоздя показывает громовое облако это направление изолятора молнии друзья мы направляемся туда изолятор молнии чтобы посмотреть стоят ли волосы дыбом ну и проверить напряженность земли с нашим прибором ну и чтобы показать видео место где происходили удивительные вещи вот мы вышли из древней села черопча вот где я живу теперь направляюсь серех аллахаз это водохранилище вот как узнать что не нужно пора ехать серех аллахаз если в час дня 12 или два часа бьет молния рядом с моим домом и если направление изолятора молнии стоит огромное облако значит мне пора потому что примерно за четыре часа я успею дойти до туда огром будет идти примерно 7 часов значит я смогу за два часа успеть снять то что я должен итак смотрим новый фильм про это уже вторая часть фильма здесь сделали хороший асфальт раньше этого не было но сейчас я поворачиваю в деревню и там к сожалению вот этого асфальтировали дорогу нет я иду вон на ту грозовую облако которые перед вами друзья вот посмотрите на облако где изолятор молнии и посмотрите на облако где нету изолятора молнии видите у них разница очень огромная потому что энергия молнии изолируется и что-то там такое создается вот даже американские спутники фотографировали именно это место потому что они хотели там найти какие-то заводы или что-то потому что от нее выходит странный дым когда идет вот грозовая туча друзья посмотрите на это странное явление вот облака притягивает вот эти облака там есть изолятор молнии там нету изолятора молнии и статическая энергия притягивает вот эти вот эти облака к себе вот смотрите я такое на самом деле вижу впервые друзья мы на пятом километре это трасса вот здесь поле ну вот смотрим там далеке есть деревня изолятор молнии вон там стоит и к ней соединяются вот эти облака вечера это облака вырастет это облака исчезнет друзья вот мы дошли до 10 километра и вот смотрите одно маленькое облачко вот пожирает смотрите вот это грозовое облако и вот уже начинает ее пожирать маленькая она вот пожирала как бы да и теперь она пожирает вот это большую большая уже идет к ней у нее лучи идут отсюда туда а вот облака идет именно вот в ту сторону вот так друзья мы на одиннадцатом километре вот здесь новые столбы стоят вот мне один человек говорил что когда-то здесь примерно на этом месте он ремонтировал 6 столбов потому что молния разрушила все эти 6 столбов вот возможно энергия молния ударила не с неба и земли в заземление потому что провода это у нас заземление вот а изолятор молнии она как бы скапливает энергию энергию молнии возможно поэтому он ремонтировал об этом она рассказал на том месте где энергия молния разрушила километровые столбы это дыре древняя хоптога вот 13 километров то есть еще 7 километров до деревни вот изоляторе молнии газовая облака не сформировалась но сформировалась вот новая другом месте возможно там она и останется теперь я не знаю что мне делать посмотрю на карте где это где эта гроза ну вот друзья я посмотрел на карту и оказывается я короче неправильно смотрел на облако вот она стоит вот и стоит это изолятор молнии находится там короче мы идем 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 значит дальше ну вот написано и стоят три столба а вот там свалка я бы хотел туда зайти но моя цель сегодня не свалка вон то облако грозовое потому что там есть изолятор молнии вот мы идем туда вон на болоте бегемоты но на самом деле это не бегемоты а коровы потому что на заправке сегодня показывает 38 градусов но говорят что градусник заправки сломан потому что она нагревается от солнца вот она в тем более даже вот коровы упали в болото потому что очень жарко вот ну вот мы приехали религию рестин атынан совхоз село дринг вот мы приехали в совхоз советского союза вот село орха вот вот смотрите наш путь село орха мы едем туда этот изолятор молнии там есть железный мост мы примерно идем вот на этот железный мост потом будем решать куда направиться или возможно мы остановимся чуть поближе если там есть гроза вот сейчас пойдем и попросим у людей воды попросил воды говорят оцинкованные не взял потом пошел соседям попросил у них и оцинкованные и пластиковые есть я сказал есть пластиковые они сказали она плохо пахнет вот я попробовал этой воды и она у нее оскомина а еще действительно странный привкус масла какого-то технического я не знаю почему поэтому мне придется эту воду просто вылить хотя сначала было нормально а потом в крис при привкус этого масла не отходит до сих пор и изо что поэтому я сейчас ее просто вылью и пить не буду вот красная смородина чуть-чуть покушаю отсюда очень кислая очень кислая красная смородина вот я думаю если я ягодам не хватает водорода то они становятся кислыми за мной стоит мост вот мы вышли из трассы на местные сельские дороги ну вот смотрите это у нас газовая труба идет это получается у нас заземление а отсюда дальше уже идет как бы изолятор молнии вот в принципе я иду но вот такой грозы я не слышал с той стороны слышу только вон оттуда но все же будем идти пока есть два килограмма воды еще один запас вот который я взял с дома значит буду экономить еще полтора килограмма воды потому что у меня воды нет слышу шум саши трактора вот нашел по дороге подорожник грязный немножко надо ее очистить буду кусать этот подорожник чтобы чтобы как-нибудь во рту все равно этот привкус какого-то масла идет странное масло бедные якуты пьют самую чистую воду в самой отравленной таре на оцинкованных баках и на каких-то неизвестных пластиках друзья нашел этот красную смородину она не такая кислая как в деревне вот ее можно кушать здесь кажется еще черная смородина стоит вот еще недозревшая знаете что за бревна вот это здесь есть большой ров вот такие вот бревна стоят ну чтобы коровы боялись этого ну потому что через эти дырки ни коровы ни лошади не ходят потому что они боятся потому что нога просто проваливается туда и это им не нравится они через это не ходят а люди и автомобиль конечно же ходят как не заблудиться в нашем районе ну не только в нашем но и многих местах Якутии потому что наша земля стоит на вечной мерзлоте и как видите солнце смотрит и она плавит все и как бы с этой стороны лес не растет а с той стороны где солнце растет лес поэтому всегда можно знать что эта сторона север за мной гнался уазик а потом догнал а потом я догонял его и вот я короче догнал но смотрите велосипед подняться не может поэтому придется идти пешком поэтому тот кто идет великом должен понять что половины пути он должен проходить пешком вот так тем более у меня скоростной но у меня скорость как бы сломалась то есть на высших скоростях она не едет вот поэтому я взял и ее привязал чтобы она только на высших ехал поэтому мне приходится вот пешком подниматься друзья здесь нету ни одной земляники а вот она вот нашел одну землянику вот короче здесь нету земляники поэтому так далеко за земляниками не ходите но зато я нашел вот этот почти чистую чистый подорожник вот сейчас немного поем этого подорожника и поеду дождь был что ли это наверно мой под капает на подорожник я сам стал дождем вот нашел земляники маленькие наверное это зависит от солнца а может это зависит от водорожника подорожник вот потому что здесь много вот древесных углей вот прошел пожар 9 дерево сгорело вот такие вот у нас остались после пожара древесные угли вот активированные древесные угли через которые проходит энергия молнии и дождевая вода замыкается энергией молнии создается много водорода аниона гидрокарбоната водород становится удобрением для растений которые принимают корнями а еще грибы своей шляпой тоже сохраняют водород вот это лес в котором был пожар вот мы продолжаем свой путь и вот по дороге я нашел старый подвал вон лестница стоит вон стены подвала то есть это как бы старый якутский балаган или возможно даже балаган стоит вон там но здесь они хранили это наверное амбар здесь они хранили лед на лето то есть лед они достают зимой с озера а потом лошадями или на салазке таскают ее собирают здесь потому что летом вечной мерзлоте всегда минусовая температура вот так и жили якуты жили и пили чистую воду потому что они свой сосуд делали из бересты и я не думаю что они чистую воду кипятили вот голова разболелась вот мы идем в облако но не знаю какую из них может на ту вот так надо посмотреть на карте и надо подкрепиться покушать вот батарейка села сейчас я ее подзаряжаю потом буду слушать в наушниках вот лежит мой велосипед вот эта дорога по которой я иду вот смотрите мост разрушен вот внизу река и вот видите песок смотрите там деревня Орха но наша задача не не ехать в Орху а наша задача ехать где эта река начинается там есть сломанные брошенное водохранилище вот мы идем туда поэтому мы будем ехать дальше по той дороге друзья я иду туда по этой дороге вот я не знаю там есть ли дождь или нет скорее всего нету дождя но я все же направился туда камера не фокусируется на этот вот просека сейчас я буду смотреть по карте потому что я на просеке я примерно буду определять свое направление и и где этот где этот где это облака стоит ли продолжить путь или вернуться вот 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 позади нас остались громовые облака вот 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 такая вот история поел а головная боль прошла теперь мучает жажда утка плавает крякает кря 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 водохранилища осталось пять километров за место назначения около четырех километров если посмотреть по карте вот это облако она находится по моему совсем другом месте не знаю где друзья смотрите вот река речка и песок хороший пляж вот маленький островок из песка вот мы идем дальше друзья вот иду и нашел какое-то странное растение которого я никогда в жизни не видел смотрите вот я никогда не видел вот таких растений вот настоящие стрелы ягова смотрите вот они похожи на стрелы энергия молния распространяется по поверхности земли и вылетает от стрел вот и океаническая вода идет на место которое приготовил бог вот это научное открытие которое сделал царь давид и написал в своем псалме на самом деле все растения имеют острые края похожие на стрелы но это это настоящая стрела смотрите настоящая стрела смотрите это какое-то странное растение я вот так подумал любя это красная смородина но я не знаю похожая на листья на красную смородину вот а вроде совсем другое растение растет прямо не знаю вот оттуда я вышел очень плохая дорога да вообще нету дороги там вот якутская тайга там кто-то что-то построил а я вспомнил это это наверное после наводнения какой-то амбар приплыл здесь было огромное наводнение вот которое затопило одну деревню вот вот ну вот с велосипеда скорость поменял вот но все равно здесь дорога ужасная вот ну легковые машины здесь вряд ли пройдут потому что колья здесь страшная колья колья все облужи вот смотрите у меня сапоги я конечно не боюсь лужи здесь сегодня вроде был дождь вроде то есть мы по сути либо опоздали либо этот дождь был вчера но все же я пришел на мост вот железный мост в Серехалгавасе это дорога в Хадар Орха и там вот стоит такой большой большой железный мост через реку Тата смотрите друзья в нашем изоляторе молнии нету ни одного облачка то есть я просчитал то есть я пришел зря и короче я ошибся то есть на этот год у меня значит таких погодов уже не будет если получится попробую через год или через еще через год вот ну вот здесь песок огромный морской песок вот такой это настоящий песок с камушками большими камушками очень большой песок это как бы сказать начало песка рождение песка вот 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 то есть это самый-самый крупный песок который не уходит с помощью этой большой воды она здесь остается но это скорее всего его принесли из этого серых лоз камазами или просто булдозер взял да и из дна реки вытащил здесь иногда река короче бывает обмеленная иногда вот происходит наводнение ну вот вот этот вот такой вот мост вот можно прятаться в этом мосте если боитесь что у вас ударит энергия молнии потому что я слышал как люди говорили энергия молнии распространяется по поверхности земли ну это просто не молнии а просто статические разряды это ведь изолятор молнии вот вот река Тата бежит хотелось бы искупаться но я вообще не купаюсь не купаюсь уже несколько лет и не буду купаться ну вот сделаем так наша нога ступила в изолятор молнии вот отсюда дальше вот изолятор молнии как бы ну по моим посчетам потому что люди рассказывали как рассказывали что ночью здесь видели двух женщин они светились и светилась еще все растения светились в темноте они испугались и убежали даже стреляли в воздухе стреляли в воздухе вот потому что боялись но я думаю это просто кони были просто кони вот такой вот мост здесь много иван-чая вот я хочу попробовать красной смородины мм мм да кислое сначала не кислое а потом кислое сейчас я Серега лавас не буду ездить потому что там все равно много людей там огромный пляж там люди там рыбачат охотятся там много домов короче все на укус поэтому я сейчас возвращаюсь другим путем другим путем возвращаюсь и все считается поход завершенным наша миссия невыполнима потому что я хотел показать вот этот волосы дыбом вот волосы которые встают дыбом на статике на принципе раньше у меня была такая идея показать вам потому что я в интернете еще не видел как у людей волосы дыбом встают природе но потом я нашел в ютубе очень много роликов где у людей волосы стоят дыбом поэтому у меня нет уже такой охоты именно показать вам изолятор молнии в природе да где волосы стоят дыбом потому что вместо меня это показали многие люди и в Америке и в других странах я не знаю даже в каких странах все видео которые нахожу в ютубе я выкладываю на этот канал поэтому можете пролистывать мои видео там вы найдете много видео где этот волосы стоят дыбом вот открою еще один секрет если энергия выходит статическая энергия выходит на том на той земле комары вас не будут кусать даже садиться на вас не будут вот так то вот поэтому комары северные комары это индикаторы индикаторы изолятора молнии они говорят вам я этот сел вонючего насекомого такие бывают ягода вот комары говорят через комаров бог говорит чтобы вы сделали изолятор молнии понимаете сделайте изолятор молнии и комары вас не будут кусать вот так все это травы видите это генератор озона статическая энергия вылетает ночью светится кто не видел можете смотреть эффект кирлиана вот такое свечение растений есть такое вот и как от люстры чужевского вот вот иголок энергия молнии вылетает потому что это изолятор молнии светится как ирлиан и как люстра чужевского создает озон ну если в честь люстра чужевского подключить плюсовое напряжение как энергия молнии то будет выходить озон вот ну все буду снимать если что увижу интересное а сейчас я буду кушать короче у меня воды нету ну есть конечно два литра полтора литра но все равно этого мне не хватит мне нужен водород водород есть в этом в гидридах гидридами являются например аскорбиновая кислота аскорбиновая кислота имеет переменный гидрид то есть она может содержать какое-то количество водорода вот аскорбинка у нас это красная смородина водород если пить воду или если у тебя много водорода то есть ты не не чувствуешь усталости вот я жестко устаю а когда устаю пью воду немножко и усталость проходит или вот буду кушать красную смородину и усталость тоже пройдет дома стоят вот еще один землянка вот землянка с печкой там вот это дома стоят в том доме есть крест вот ну вот изоляторы молнии вот здесь был только этот я наверное опоздал то ли то ли как не знаю громовых точь нет и уже нет вот это просека 1 километровая до сельхолос которая была разрушена с помощью этого с помощью энергии земли вот энергия земли ударила все столбы разрушила вот там лежит подстанция вот вот там трехфазная подстанция оттуда идет 220 вот именно вот это подстанция была разрушена и вот просека идет вон туда дальше ну что им стоять просто взяли и на дрова их распилили вот я сам то видел эти столбы разрушенные этим молниями но они были унесены наводнения куда они теперь вот ну вот там вот идет река Татта а вот здесь я и буду идти по нормальной дороге где ездит много машин вот нужно спешить а то солнце сядет и придется ехать ночью вот так вон там каком-то году я кушал вот вот друзья я думал здесь есть дорога здесь вообще никто не ездил уже давно хотя здесь раньше была дорога я ездил по ней сейчас видать никто не ездит то есть я опять еду по бездорожью вот так солнце уже садится вон стоит стоит большой-большая крыша красная под крышей сена я должен был приехать этой дорогой и пойти через эту дорогу я перешел через эту дорогу вон через вон тот красный устал потому что заблудился сейчас выпью воды и буду спускаться отсюда только идет спуск спуск и спуск поэтому налегке будет удобнее сначала меня испугал а потом сама испугалась вон одинокая стоит смотрит тика 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 лошадка смотрите солнце село а потом обратно вышло интересно интересно да вон вон вон